В нашем городе учители случаи жестокого обращения с животными. Один из последних случаев ночью 12 июля с балкона дома 4А по улице Силкина скинули щенка хаски. Собака погибла. Хозяеву удалось избежать наказания. Не было свидетелей. К сожалению, часто в таких ситуациях виновные отделываются штрафом. Мы решили узнать штрафчан, какого наказания, по их мнению, заслуживают те, кто издевается над домашними любимцами. Штраф. Это один штраф, другой штраф, третий штраф. Может быть, месяц уголовное что-нибудь. В каком-то смысле бессмысленны все эти меры к живодерам. Они все равно ничего и там. Ну, это вообще недопустимо, это не по-человечески. Потом я считаю, что животные, они абсолютно обладают разумом. Поэтому как будто бы вы ребенка скинули из балкона или что-то с ним сделали. Это недопустимо. Это должно наказываться уголовным. Просто законодательством. За кошечек и собачек можно и подольше сажать. Они как люди, такие же, как и мы. Собственно, у меня у самого целая куча животных. Две кошки, собачка. Сейчас еще мама четырех котят принесла. Мне очень больно смотреть на то, как их выбрасывают с высоких этажей. С одной стороны, конечно, с животными так поступать нельзя. С другой, опять же, степень наказания, я считаю, должна соответствовать его тяжести. Правильно? Это то же самое, что жестокое обращение с людьми. Я так считаю. Потому что, если сравнивать даже с животных или людей, животные намного лучше, чем люди. Как показал опрос, соровчане считают, что штраф – недостаточная мера наказания за жестокое обращение с животными. Большинство опрошенных считает, что те, кто издеваются над домашними любимцами, должны нести уголовную ответственность.